Это вас беспокоит жительница дома 155 по улице Ленина. У нас во дворе находятся мусорные баки. И вот после дождя к ним просто невозможно подойти. Мусорная машина, я понимаю, что она не виновата у нас в покрытии и не асфальт. Просто настолько дорогу размесила, я по-другому не могу сказать. И у нас это прям проблема во дворе. Вот между 155 и 157 домом. Дело в том, что там когда-то давно мусорная машина разворачивалась и снесла немножко крышу, которая накрывает мусорные баки. То есть там как бы проблема. Хотя бы вот это. То, что там нет ни одной детской площадки, так понятно, не что сразу вы можете охватить. Но хотя бы решить проблему с подходом к мусорным бакам после дождей. После дождей. Хорошо. Потому что грейдером там проходят, но сами понимаете, грейдер это грязь. Это все равно. Хотя бы кавер, я не знаю, там хоть что-нибудь. Ну я понял. Ну хотя бы для начала подсыпать, чтобы грязь не навесить. Потому что с одной стороны дома градием была засыпана территория там какая-то почта. Там нормально. А вот где именно мусорные баки, ну правда, если проедете, сами увидите проблемы. Хорошо, Татьяна Владимировна. Хорошо. Давайте мы на контроль возьмем, постараемся помочь. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Прошлого дня вам. Вам всего доброго. Спасибо большое. Ну вот у меня такой вопрос. Вот ребенок пошел в первый класс. 68-я школа. Вот каждый день мы ходим в школу по улице Луценко. Идет вот эта Луценко вдоль маслозавода и 68-й школы. Вот. Эта дорога, она вообще ужасная. Она, во-первых, узкая. Там две машины разъехаться не могут. То есть, чтобы разъехаться двум машинам, они сворачивают, ну как бы вообще на обочину, вплоть до тротуара, чтобы проехала вторая машина. Тротуар очень низкий. Поэтому тротуару проходит газовая труба. То есть столбы стоят прямо на тротуаре. И весь этот тротуар порос кустарником. Вот. И то есть, чтобы детям точно так же разойти навстречу друг другу, можно... Выходит на проезжую часть, да. То есть, ну как бы... Ну опасно, я согласен, да. Там нет нележачих полицейских на дороге. Там скоростной режим вообще не соблюдается. То есть, очень страшно. Ну, я, конечно, понимаю, что там нельзя, конечно, То есть, ну сразу это все благоустроить и все сделать. Ну, хотя бы лежачие полицейские и тротуар несчастный, хотя бы там яму золотая, чтобы дети по грязи-то не ходили. Угу. Понял. Это же, это же очень, как бы, опасно. Это же такое раздавление. Конечно, нет, абсолютно с вами согласен. Ну и вырубить поросель же можно, чтобы спокойно люди ходили там. Ну, там спокойно не пройдешь, потому что там сам тротуар он так проложен. В одном месте он вообще узенький. Ага. То есть, дальше идет трава и там лужи. То есть, вот эти сейчас дожди пойдут. То есть, здесь там без вариантов. Я вот сама ходила, когда дожди были. Ну, проходили, машина проезжает. То есть, чтобы проехать, ну, машина может объехаться. Они, то есть, заезжают в эту лужу постоянно у детей. Ну, то есть, брызгают на детей. А у вас первоклассник сам ходит в школу? Нет, я сейчас его сама возьму. Водите, ну, понял. Конечно. Ну, думаю, первоклассник вообще же это маленький. Хорошо. Я и могу вам. Давайте мы сейчас заведем контрольную карточку с администрацией города. Да, вопрос этот проработаем. Абсолютно согласен, что правильно вы обозначаете проблему. Действительно. Ну, хотя бы сейчас, в ближайшее время, хотя бы хоть пару лужиных полицейских же можно это, ну, как-то сделать, чтобы хотя бы они там не гоняли. Ну, правда, но это же очень страшно. Ну, честно, с лежачими полицейскими немножко не так просто. Во-первых, там надо их в схему вносить дорожного движения. Ну, я думаю, мы оперативно проработаем. Давайте, хорошо. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания.